В Одинцовском районе 50 общеобразовательных учреждений, которые посещают 34 тысячи детей. Поэтому без территориально упорядоченного закрепления учащихся за школами обойтись просто невозможно. Соответствующий приказ находится в общем доступе на сайте управления образования. Тем не менее, не всех родителей устраивает такое положение дел. Посмотрите, в 10 метрах находятся дома, которые почему-то не попали в эту школу. А вот эти княжище, непонятно с какого перепугу, они ближе находятся к 14-й школе, гимназии. И родники тоже. Да, и родники тоже. Родники вообще. Они как-то оккупировали вот здесь. Понятно желание родителей отдать своего первоклассника в лучшую, по их мнению, школу. Тем более, что находится она под боком. Но одной лингвистической гимназии явно не хватит на все многоквартирные дома, расположенные в шаговой доступности. Впрочем, часть из них в круглой школе все же прикреплена. Кстати, такие ситуации встречаются довольно часто и в других образовательных учреждениях. Мы проводим мониторинги, связанные с количеством граждан, которым исполнится 6,5 лет на 1 сентября 2016 года. И если откроете приказ, то сразу бросается в глаза, что за одним учреждением закреплено, там, грубо говоря, 35 домов. За другим учреждением 20 домов, за этим учреждением 2 дома и 2 района. Это у нас княжичи и родники. И поэтому у родителей возникает вопрос, почему такое несоответствие. Привожу пример. Есть дома, где в подъезде ни одного нет ученика, который пойдет в первый класс. А есть дома, где на каждом этаже проживает по несколько детей, в зависимости от количества квартир. Три квартиры, три первоклассника. Поэтому, промониторив все дома, которые находятся около данного учреждения, мы определили те дома, где проживает большее количество первоклассников. Вот эти два дома, где действительно больше 25 детей уже было зарегистрировано, которые пойдут в первый класс месяц назад, сейчас там еще идет регистрация. Соответственно, эти два дома и были в приоритете. Пока в лингвистической гимназии планируют прием 100 первоклассников и 4 первых класса. Возможен вариант увеличения их числа до 5. Не стоит расстраиваться и тем, кто по приказу прикреплен к другим школам микрорайона. Шанс все-таки попасть в круглую гимназию для них вполне реален. До 1 июля лингвистическая гимназия Одинцовская принимает детей, закрепленных за школой из этих домов. То после 1 июля на свободные места могут поддать заявление все желающие, которые проживают и по Можайскому шоссе, дом 122, и по всем ближайшим домам, которые находятся вблизи данного образовательного учреждения. Поэтому права родителей не нарушены. Слова Ольги Ляпистовой подтверждает то, что треть уже обучающихся здесь сегодня ребят по месту проживания относится вовсе не к Одинцовской лингвистической гимназии, а к гимназии номер 14. Плюс к этому стоит вспомнить старую истину. В начальных классах надо в первую очередь стараться попасть не в красивую школу, а к хорошему педагогу. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.